Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день праздника похвалы Пресвятой Богородице, за богослужением читаются два евангельских отрывка. От Марка, глава 8, стихи с 27 по 31, и Богородичное Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42, и глава 11, стихи с 27 по 24. Послушаем это Евангелие в прочтении Отца Александра. Во время Оно, в ниде Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа, приятый го в дом свой. И сестра, и бенрицаемая Мария, я же и седший при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвиша о мнозе службе, ставше же рече, Господи, не брижеши ли я ко сестра моя единомя остави служите, рцы уба ей, дами поможет. Отвеча же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвиша о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую счастье сбра, я же не отымется от нея. Бысь же, ягда глаголуша сия, воздихшей некая же на глаз от народа рече ему, блаженно чрево носившая тя, и с отца я же и сисал. Он же рече, тем же уба блаженни, слышащие слово Божие и хранящие. Божие и хранящие. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты забочишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево носившая тебя и сосцы тебя питавшие. А он сказал, блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Предлагаю вновь поразмышлять, почему именно это событие, посещение Христом дома Марфы и Марии, а также столь странный ответ Спасителя на восклицание неизвестной женщины, традиционно читается в Богородичные дни. Так Христос приходит в Вифанию в дом Марфы и Марии. Марфа в радости своего сердца старалась угодить своему возлюбленному учителю множеством угощений. В то время, как ее сестра Мария, сев у ног Христа, со вниманием вслушивалась в каждое его слово. Но Марфа, увлекшись гостеприимством и видя свою сестру, сидящую у ног гостя, обращается к нему со словами. Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. На что Господь отвечает. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Как увещевает нас блаженный Феофилакт, примечай благоразумие Господа. Он ничего не сказал Марфе прежде, чем получил от нее повод к упреку. Ибо гостеприимство да то ли похвально, да коли оно не отвлекает нас от того, что более нужно. Притом, если сказать точнее, Господь возбраняет не гостеприимство, но суетность. Как часто, дорогие братья и сестры, мы хотим быть добрыми и заботливыми, но по-своему. И в этом состоит одна из трудностей жизни. В первую очередь, желая быть любезными, мы должны, как говорят, заглянуть в душу человеку. Понять, что ему нужно в данных обстоятельствах. Так случается, что не всегда суета или множество слов уместны в тот или иной момент. Иногда человеку нужны внимание и покой. Господь же, покинув дом Марфы и Марии, вместе с учениками вновь выходит к множеству народа, где наставляет их своей божественной премудростью. И вот во время проповеди Спасителя некая женщина воскликнула «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Мы с вами можем представить, дорогие братья и сестры, то душевное восхищение, которое охватывало эту женщину при виде величайшего сына человечества, сильного в слове и творении чудес. Но в ее словах мы без труда можем распознать еще одно чувство, переполнявшее ее душу – зависть. Она позавидовала Пресвятой Деве, наверняка счастлива мать, которая родила и вскормила такого великого сына. Скорее всего, и у нее был сын, может, даже и возраст Иисуса Христа, который ничем особенно не отличался или, более того, вовсе не оправдал ее надежд. Как тут не позавидовать женщине, чей сын стал великим учителем и пророком? А иногда нас разочаровывают и наши детища, дела, которым мы посвящаем всю свою жизнь. Ответ Христа должен стать лекарством для всех, кто разочарован жизнью и своими достижениями. Блаженство заключается не в реализации своих амбиций, а в исполнении Слова Божьего. Так почему же именно сегодня, в День похвалы Пресвятой Богородицы, дорогие братья и сестры, это евангельское чтение? Наверное, потому что слова этого отрывка повествуют о внутренних качествах Пресвятой Девы, тонкой и неназойливой заботе, смиренном послушании и чутком внимании, а также о независливом сердце. Именно образ Девы Марии лучше всего иллюстрируют слова Спасителя из Нагорной проповеди «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ведь кто, как ни Царица Небесная, открывает нам Бога в нашей повседневной жизни, являясь скорой заступницей и помощницей? И мы, восхваляя сегодня Пресвятую Богородицу, очистим свои сердца, дабы по ее примеру увидеть славу Божию. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok